доброе утро ребятки мы с расюшкой и идем в спальню для того чтобы начать расхламлять нашу одежду сейчас хочу все достать положить на кровать и будем разбираться что в переработку что просто выкинуть что отдать что продать короче надеюсь что я за сегодня с этим справлюсь не говорю что я справлюсь за часик да потому что арсюшка капризненький видите на ручках сидит и уже спать хочет сейчас мы часик даже меньше наверное полчасика все одежду достану потом перекус дам ребенку и потом я уложу его спать когда уложу да хватит в камеру я хочу пошить посидеть если он будет хорошо спать мы потом проснется будем продолжать сегодня он что-то ночью его короткого всего лишь 9 часов хотя обычно он 11 12 спит но вчера легли поздно сегодня очень рано проснулся чуть позже чем все мы все мы в садик пол шестого пол седьмого в садик просыпается я его бужу ну либо он сам встает и арсюша обычно тоже вместе с ним но сегодня чуть-чуть поспал но из-за того что вчера поздно лег у него чуть-чуть коротко получилось еще он все не проснулся это часов в одиннадцать и просто плакал и плакал никак не могли мы его остановить да капризная булка мама только уснула ты проснулся да но ничего сенечка скоро зубки вылезут твои чуть-чуть осталось ну ладно тыкни тыкни разрешаю достали мы одежду которая лежала в шкафу ну тут вся моя и сенина и сенина еще и на вырост и то что маленькое нужно убрать вот этот отсек я хочу для своих швейных дел выделить хотя бы вот раз два три четыре вот эти полочки хочу выделить не знаю получится или нет посмотрим вот эти полки я освободила тут у нас сенис лежала одежда здесь домашняя была и вот в нижнем самом отделе пока там ничего я не перебираю пока хочу разобраться вот совсем вот этим вот добром и потом уже будем смотреть так я немножечко уже разгребла эту кучу там отправится то что на переработку на выкинуть на вам потом попозже покажу когда уже полностью все разберу и сейчас я отделила то что точно арсюшки пока большеватая будет это что нужно померить в чем у меня есть сомнения что возможно это ему подойдет уже сейчас то что сейчас подойдет и может тоже достала это все вам поближе покажу сейчас просто такое промежуточное включение потому что пойду укладывать детеныша капризничает он уже сильно спать хочет и все это время пока я разбирала да разбирала вещи арсюша сидел у меня на руках очень удобно что-то в процессе снимать ну покажу вам там дальше примерили пижамку ну тут верх от пижамки штанишки всем износила я их давно уже выкинула и вот такие вот штаны это уже другие и вроде как хорошо поэтому это мы оставляем значит арсюша у тебя появилось четыре штанишек новых вот значит телу мы уберем у него просто сейчас есть штанишки но они ему уже прям впритык и я думаю я их сразу отдам они потому что в принципе то в хорошем состоянии вот я их отдам и все и будет другой малыш какой-нибудь носить на благотворительность там отдадут а мы уже на эти перейдем не в принципе такие уже стадионе уже скоро тоже будут короткий что мы этот момент чуть-чуть пропустили и надо будет сейчас другие померить вот я отложила то что точно знаю что это одинаковые размеры потому что из одной коллекции было и там в набором продавалась мы померили пижамку эту кофточку вставляем точно штанишки там дайте которые вам показать еще нужно померить еще одни штаны еще одни штаны и еще одну кофточку пижам ную тоже если они подойдут то у нас еще будет плюс четыре штанишек тогда точно те все отдадим и все все мы пошли укладываться спать спать а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Две футболки... Одну кофточку Арсюшке... Ну, как пижаму, в общем, домашнюю... И... Что еще? А, ну все, пока... А, ну вчера я закончила клетчатую кофточку... Ладно, сейчас Арсюшка покушает... И пойдем дальше... Сбирать одежду... У нас остается... Два с половиной часа до выхода... И мне нужно покушать, успеть... Надо чуть пораньше сегодня выйти... У нас сегодня еще занятия... Короче, у нас... Вечер будет очень забитый... Домой опять приедем... Уставшие, голодные... Ничего не поделаешь... Занятия, может, прошлой неделе ходили... Раз все ему болело... А, надо... Ну-ка, иди подними еще рыбку... Иди, поднимай рыбку... Где рыбка? Куда она у тебя улетела? Ну... Догоняй... Это шарик... Только что так бегал, тут ходил... А поднимал рыбку, кидал ее... Потом опять шел за ней... Ну, как включаю камеру, все... Перевещаемся на пол... А так он хорошо уже у нас ходит... И довольно-таки часто... И долго может... Ну, пройти нормальный такой промежуток... Ой! У тебя что там, футбол? Ого! Я в итоге решила покушать... Сейчас поела... И пойду дальше... Разбирать вещи... Чуть-чуть осталось... Надеюсь, успею за полтора часа... Потому что... Потом уже нужно будет выходить... Сейчас вам быстренько покажу... Здравствуйте! Чего мы капризничаем? Нет! Нельзя! То, что я достала... Арсюшки, до чего он уже дорос... Это все штанишки... Мы поменяли... В итоге все... Которые сейчас он носил... Я их отдам... Бесплатно... Достала футболочки, до которых он дорос... Которые по размеру ему... И шортики одни... Будет дома носить... Также достала варежки вот такие вот... Но он пока особо на улице не гуляет... Просто сидит и... В принципе, он снег не трогает... Но, возможно, что к концу зимы... Уже будет нормально ходить на улице... Играть, может, там в снег, на горке... Еще что-нибудь... И поэтому я их достала... Так как они непромокаемые... Сейчас он просто... В обычных... Да... Не шорстяных, а такие они... В промокаемых, в общем... Это то, что у нас на следующий размер... Футболки... Джинсы... Это вообще, наверное, к лету ближе... Это тоже такая демисезонная одежда... Здесь не знаю, будет ли ему куртка нормально весной... Ну, посмотрим... И здесь... Теплые варежки... Перчатки... По-моему, были еще где-то носочки... Это я... Наверху уберу... На верхнюю полочку... Потому что, в принципе, скоро дорастет... В кладовку нет смысла убирать... Здесь у меня халаты, тапочки... Но Семен их не носится... Ему как-то не зашло это... И я попробую потом на Сене... Если Сене не зайдет... Тоже куда-нибудь отдадим... Дальше то, что я 100% отдаю... Это штаны... Всякие разные... Да... Здесь вот головные уборы тоже отдам... Комбезик... Вообще новый... Ни разу не носили... Но он такой не очень приятный на ощупь... Поэтому его одна... Может быть, кому-то понравится... Также комбез, который Сене поносил... Он его уже весь заносил... Такой... В катышках... Но я на переработку не положила... Там смотрят... Просто я не знаю... Возможно, он целый... Может быть, его и оставят... Благотворительность... Это дадут куда-нибудь... Посмотрим... И... Ну, если что... То на переработку... И вот такой вот костюмчик... И носочки... Арсюшка уже из них вырос... Хорошенькие носочки... Это, по-моему, Семену... Дарила... Сережина тетя... Если я не ошибаюсь... Но Арсюша из них уже не... Не носит их... У него сейчас другие... Он вырос из них... Нога уже не очень помещается... Поэтому тоже отдадим... Буду кому-нибудь другому... Ой, слушай... Тут Арсюшка уронил... Это купальные трусики... Семену... Они, естественно, уже маленькие... А вот Арсению... Должны... Будут... Ты что сделал? Сел на этот... Как он называется? На пылесос... Арсюшке... Они будут уже... Нормальные... Скорее всего, летом... И куда у нас? Поехал... Оп... Здесь панамки... Это я отложу... Вместе вот с этим вот... Тоже не буду, наверное, в кладовку убирать... Потому что этот размер... Он на 2 года... А у меня сейчас коробка ближайшая... Которая отправится в кладовку... Там на 104 размер... Не буду я сейчас туда складывать... Потому что потом забудем... И не сможем поносить... Не успеем... Поэтому оставлю в шкафу на верхней полочке... Дальше... Это Сёмин костюм... Осенний... Он его относил 3 сезона... И просто выглядит... Ну, не прям идеально... Но вполне себе хорошо... Это Pogo Kids... Мой любимый... Да... Мне нравится... У нас было, по-моему, 3 или 4 костюма таких... И вот он носил... 3 сезона... Потом... Курточка тоже в хорошем состоянии... Я её постираю... Уже отложу... Потому что уже полностью на зимнюю... Перешли... И это зимние штанишки... Тоже от костюмов... Которые... Сейчас в куртке ходит Семён... Но почему-то штаны короткие ему... Поэтому я ему заказала новые... Но эти просто положу... Он их тоже не очень долго носил... И, по-моему, прошлую зиму... Больше вот в этих ходили даже... Нужно будет... Всё это убрать... В коробку с верхней одеждой... А от верхней одежды... Она где-то... В кладовке... Нужно будет искать... Может, на выходных... Залезем туда... Не знаю... Посмотрим... В общем, это пока отложу... Тоже наверх... Эти меховушки дети не носят... От комбеза... И от съёмной курточки... Ну, я их убрала... Сняла... Потому что им щекотно... Не нравится... Всегда убрала наши с Серёжей куртки... Тоже ещё не все... Сейчас вот холода начнутся... Когда уже полностью переоденемся в зимнее... Я думаю, нужно будет полностью коробку эту закрыть... И тоже на самый верх нашего шкафчика... Да, Арсюш? Всё, пошли мы дальше разбираться... Ещё вон там куча того, что отправится в переработку... Я вам попозже покажу... Когда закончу полностью... Ну, наверное, уже после того, как я заберу Семёна... Я хочу что-то записать вам... Там Арсюшка... Блин... Спалил меня... Ты чё, Жук? Я хотела вам показать, как ты играешь... Я, в общем, тут разобираюсь... В комнате продолжаю его уборку... А он подошёл к этому траку... Который вчера купили... И, представляете, начал прям по нему машинку катать... Ты всё такой умненький, что ли? Всё знаешь? Нет, на ручки не надо, зайка... Нет, смотри, маме ещё чуть-чуть осталось закончить... И всё, и за братом поедем... Нам ещё нужно будет... Что такое? Поднять всё с пола и запустить пылесос... Мы сегодня утром не запускали с тобой... Сразу же начали уборкой заниматься бесконечной расхламлением... Но, ой, ребятки, меня радует... Осталось только подстирать стирку... И ещё поискать, что можно расхламить... И отдать потом, да? Что такое? Что здесь такое? И мне, возможно, получится в пятницу съездить к маме... И там как раз по дороге... Ну, как по дороге... Там нужно будет пересаживаться... Можно, конечно, на одном автобусе... Можно ехать и с пересадкой, и сделать так, чтобы... А я заехала в секонд-хенд и сдала... Ой, вещи... Сама... Некоторые, да? Ты что опять там грызёшь? Бегемотика, что ли? Вкусный бегемотик? Отдай! Отдать вещи... А ещё я хотела, знаете, что сказать? Я, в общем, давно храню подгузники... Подгузники... Это ещё от Семёна остались... Последние его подгузники... Потому что мы потом перешли... Во сколько там? Год и девять... Вообще полностью... И без подгузников и на сон... И на прогулке, короче... Отказались от них... И вот осталось... Это пятёрка... Арсюша, пока рановато... Но я вообще в целом думаю... Подгузникам ведь, по идее, ничего не должно сделаться... Потому что они... Ну, выглядят нормально... Они не отсырили... Вот мне интересно... Можно ими пользоваться? Хотя, по идее, это чего такого, да? Пока лежат... Я не знаю, сколько... Штук двадцать, наверное... Но пока они им большеваты будут... Пока... Пусть лежат... Посмотрю, что вы напишите... Кто-нибудь так делал... Долго хранил... Потом использовал... Хотя... Посмотри, какой срок годности вообще... У них указан, да? И тогда от этого... Отталкиваться... Ну, по идее, им... Почти три года... Этим подгузникам... Ладно... Всё... Я пошла дальше... Заканчивать... Расхламление... Радно... Сегодня я рада, что мы разобрали одежду... Мне так осталось только моё нижнее бельёное... Это уже сама... И... Завтра... Всё, мы правда дома будут... Ну, я постараюсь заняться швейными штучками... Перенести их в одно место... Всего... В один отдел шкафчика... И думаю, что я с этим прекрасно справлюсь... У нас осталось где-то полчасика... На всё про всё... Ну, давайте не будем разговаривать... Будем заниматься делом... Арсюша... Ты опять на кольцо... Мы каждый раз, когда заходим в лифт... Арсюша начинает поцелуйчики отправлять... Я как-то один раз мы отправила его повторять... Мы пришли домой... Арсюшку посадила кушать... Поставила мяско... Надо пожарить... Семён тут... Ещё даже не переоделся... И уже пошёл в машинке своей играть... А я сейчас налила себе чай... Сейчас пока Арсюшка кушает... Я тоже попью... Сейчас вот так поближе к себе подкачу... Мама... Давай... Мама... Давай, попробуем... Мама, я хочу... Масинка полезла... Петрувить... Ну надо тогда резко нажимать... Хорошо, надо только резко нажимать... Чтобы она быстрее ехала... Короче, ходили на занятия... Хорошо позанимались... Сегодня Семён прям хорошо позанимался... Видимо, неделю соскучился по нашему... Семь... Отодвинься, пожалуйста... Ну ты пройди... Я прокачу Арсюш на кресло... К себе поближе... Чтобы он не напал... Когда будет вставать... Вот, он прям так это... Хорошо с ней взаимодействует... Соскучился... И сегодня даже обнимашка... С Викторией Игоревной... Да, Сем? Да... Какие славненькие... Выходит такой... С кабинета... И пошёл меня поцеловал... Дальше пошёл позаниматься... Видимо, он просился... Чтобы поцеловать маму... Сегодня ты супер нежный мальчик... А ты, мальчик... Много не пихай в рот... А ты давиться будешь... Всё, раздеваешься? Спасибо... У него кусали васильники... Да, давай раздевайся... И стирку отнеси, пожалуйста... Всё будем стирать... Завтра сёмный выходной... Будет у нас большая стирка... Ну, футболку оставь... А вот носочки, штаны и кофту... Пожалуйста, отнеси в стиралку... Прямо открой... Мы можем идти в футболку... Сначала отнесёшь всё... И поиграешь ещё... Всё, ребятки... Пошла, я чуть-чуть подключай... Пока меня никто не будет... Я возвращаюсь к своему... Разхламлению... Вот эта вот куча пойдёт... На переработку... Плюс ещё я давно собирала... Вот этот пакет... Тоже на переработку... Это то, что... В хорошем состоянии... Здесь в основном... Сенькина одежда... Это вот футболки... Вот с такими вот пятнами... Колготки... Их просто выкинуть... Потому что их не берут на переработку... Ну, ты будь осторожней... Бодики... Ой... Слипики уже там... Где-то дырочки появились... Где-то пятна... Футболки... Кофта... Эти... Слинявки тоже, по-моему... Это мой бюстик... Тоже выкинуть... Это нельзя на переработку... Потому что маленькая... Моя футболка... Арсюш, не ломай, пожалуйста, пылесос... Насчет этой кофты... Вот я тоже... Я ее, наверное... На переработку... Потому что... Я ее постирала случайно... На высокой температуре... Смотрите, что... Ну, это... Она очень сильно растянулась... Она и так была очень свободная... Я ее в беременность покупала... Свитер этот... И вот, смотрите, какой он стал... Квадратный, это во-первых... А во-вторых, очень сильно растянулся... И прям видно по нему... Я думала сначала оставить... Ходить дома... Но сейчас, думаю, наверное, нет... Тоже выкину... И все... И все с ним... Тут какие-то тоже футболки... А, кстати, вот этот тут гузник... Арсюш, ну пожалуйста... Не стучи... Придется, наверное, просто выкинуть... Потому что такие вещи нельзя отдать на благотворительность... Только новые принимают... Ну, это и так понятно... Поэтому просто придется выкинуть... Переработку тоже не годится... Слюнявчик выкидываем... Выкидываем... Штаны, которые уже тоже тут... Китатными... Которые разорвались... Уже... Которые непригодны... Ну и все основное... И надо, кстати, каждую одежду... Вот так вот срезать всякие кнопки... То, что... То, что не тканное... Поэтому я взяла ножницы свои... Сейчас... Тише, тише, тише... Все, все, все... Сейчас буду срезать... И все, это будет... Ой, последнее действие... Дальше нужно будет вторсырье... Собрать... И вызвать нам... Эко-такси... В следующей неделе... Да? У нас день подходит к концу... Мы с Семеном уже... Ложали все спать... Нужно идти выключать свет... Время полдесятого... А мы еще не спим... Все, ребятки, мы с вами прощаемся... Выключаем свет... Мама, всем игрушки... Да, всем пока-пока... И всем игрушки... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok